Добрый день дорогие друзья! Чубайс, как много в этом звуке для сердца русского слилось? И таки да, он опять напоминает о себе. Какие-то вещи уже в сети широко обсудили, какие-то вообще не заметили. А мы заметим. На прошедшем юбилейном 10-м Гайдаровском экономическом форуме, который я небезопасности для мозга отсмотрел почти полностью, Опять Чубайс, и он на полном серьезе хвалится достижениями Роснано и учит нас жизни. Кстати, на форуме даже отдельная секция была. Как раскрепостить мозг, чтобы добиться эффективного лидерства? Очевидно, процесс раскрепощения мозгов проходит удивительно эффективно, экономические властители страны стремительно сбрасывают в себя бремя интеллекта и оковы логики. И, конечно, первое, о чем я обязан сказать в заявлении Чубайса, облетевшее всю страну, о том, что надо бы нам цены на свет поднять раза в два, это отдельная песня. По мнению Чубайса, именно из-за низких цен россияне тратят слишком много электроэнергии. Цена на электроэнергию в России сегодня, упрощая картину, вдвое ниже, чем в мире. Вдвое ниже, чем в мире. Есть разница для промышленности, для населения, с учетом ППС, без учета ППС. Отбрасываем все детали. Вдвое ниже, чем в мире. Почему так получилось? Так получилось по двум причинам. Одна причина – это девальвация рубля, а вторая причина – антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в энергетике, конкуренция на оптом рынке электроэнергии и снижение цены. И снижение цены. Вы слышали? Антинародная реформа, которая привела к снижению цены. Так вот, что такое антинародная реформа. Ну, теперь-то я понял. В результате мы оказываемся в ситуации совершенно такого фундаментального правила, о котором, собственно, говорил господин Башмаков, который никто не отменял. Дешевое – экономить незачем. «Даром прибыло, с ветром убыло». Есть такая русская поговорка. Мы не можем переломить этот тренд. Мы не можем воспитательными мерами или выговором на работе, или депримированием переломить то, что лежит в основе человеческого поведения. В этом смысле низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Точка. Что правильно? Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же самом уровне. И это сердцевина стратегии, которая, очевидно, была 10 лет назад, которая раз в пять правительства подходила, отходила, подходила, отходила, подходила, отходила. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась в мертвой точке. Тема под названием «Социальная норма потребления», если вы ее слышите в обсуждениях, это оно и есть. Это и есть логика, при которой потребление семейное, сколько там, Саш, 300, забыл цифру, в случае потребления меньше 300 кВт в месяц остается тот же самый тариф, в случае превышения этого объема появляется прогрессирующий... Обратите внимание, как так вышло, что у нас дешевая энергия? Девальвация рубля была. Как раз в два раза была, помните такое, друзья? С 30 рублей до 60 рублей за доллар. Уверен, помните, такое не забывается. Так вот, ни слова о том, кто в этом виноват, сказано не было. Это опять простые люди виноваты, а не дружки Чубайсона, Биулина, Греф и все остальные. Кроме того, он кидает народу кость и предлагает ультрадемократический шаг. С богатых брать больше, с бедных меньше. Но точно больше, чем сейчас со всех. А я как раз в одном из недавних видео рассказывал, как реализовали как раз такую же идею в автостраховании. И теперь цены подняли всем и сразу. Еще не ходили, друзья, машину страховать в 2019 году? Сходите, порадуйтесь. Так вот, к Чубайсу. Это его заявление по электричеству даже, честно говоря, не особо удивляет. Ну что еще ждать от него? Однако в других вопросах он превзошел таки себя. Оказывается, Роснано, которое всей страной считается могилой бюджетных денег, это процветающий, сверхуспешный флагман промышленности, который двигает нашу экономику вперед, приносит прибыль, создает рабочие места на заводах и многое другое. Успех на все 146%. Эти 110 миллиардов, которые мы получили, проинвестированы практически полностью. Мы завершили первый инвестиционный цикл. Естественно, конечно, сделали кучу всяких ошибок по дороге, чему-то научились. И в результате есть не только эти 160 миллиардов на объемы продаж, между прочим, соответствующими налогами, одних уже, которые в бюджет возвратили уже 10 миллиардов. Но помимо этого есть другое. Есть вложенные нами деньги, которые бы вернулись обратно в компанию. Завершился первый инвестиционный цикл. И знаете, друзья, вот к этой информации стоит присмотреться, потому что такой наглой лжи еще поискать. Заходим на сайт Роснано и находим ролик об успехах компании за прошедший год. Пункт первый. Прошедший год – один из самых успешных в истории группы Роснано. Группа впервые выплатила дивиденды государству на три года раньше, чем было заявлено в долгосрочной программе развития АО Роснано. Дивиденды составили 50% от чистой прибыли прошлого года. Наша работа приносит доход государству не только в виде налогов от построенных нами заводов, но и напрямую от самого АО Роснано. Выплатили государству 0,5 миллиарда рублей. Как считаете, это много или мало? Подсказка первая. При создании Роснано государством было выделено в 260 раз больше. Не убедил? Правильно, это не показатель. Подсказка вторая. Еще в 2015 году Роснано выплатила своим сотрудникам 8 миллиардов рублей премий за управление. Данных более свежих у меня нет, но уже тогда себе в 16 раз больше, чем государству сейчас. И это гордость нашего рыжульки. Кстати, тогда это выявила проверка счетной палаты, которую инициировала КПРФ, а Чубайс обвинил их в несознательном искажении фактов. Новейшие технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний теперь доступны в 11 городах России. Это первый этап социально значимого федерального проекта. Более 100 тысяч человек уже получили диагностику и лечение в новых ПЭТ-центрах. Поскольку созданная технология признана золотым стандартом в мировой онкологии, группа Роснано дополнительно привлекла 15 миллиардов рублей частных инвестиций для кратного расширения этой сети в регионах России. Это, несомненно, больная тема. Медицина, тем более онкология. Я лично убежден, что Чубайс на ней просто повышает свои рейтинги, не более того. И вот почему. Во-первых, оборудование мы производить не будем, от слова совсем. Только расходные материалы и сборка оборудования на медцентрах. Конечно, это уже лучше, чем ничего. Но гордиться этим некоторый перебор не считаете? Во-вторых, обещали построить около сотни ПЭТ-центров, готовы только 11, почти в 10 раз меньше. И в-третьих, на сегодня Роснано к проекту отношения уже не имеет. Уже продали, получив аж 6% прибыли. Это, блин, рекорд. Все равно, что на депозит в Сбербанк положить деньги. Как только дело пошло у предприятия, они ее продали, лишив государства возможностей хоть как-то влиять на процесс. И докажите мне кто-нибудь, что теперь, будучи проданной олигарху, эта компания не будет выведена в юридически в офшор, а физически в Китай. И цены поднимут в два раза на все услуги. Вам же негде сделать диагностику рака. Значит, будете платить столько, сколько скажут. У нас же рыночная экономика. Очевидно, есть чем гордиться. В 2018 году российский национальный проект строительства научно-технологического кластера возобновляемой энергетики стал необратимым. Портфельная компания Hevel разработала отечественную солнечную панель, вошедшую в топ-3 лучших в мире, запустила производство полного цикла и вышла на экспорт. В этом году группа Роснано выходит из капитала Hevel, подтверждая ее самостоятельность на рынке и устойчивое развитие. Hevel в переводе с чувашского языка означает «Солнце». Это вроде бы хорошо. Вот реально можно и панели купить. Но разве никто не слышал, что в России солнечная энергетика – это далеко не самый лучший вариант? Учитывая, сколько у нас длится зима, почти полгода, инвестиции в солнечную энергетику всегда будут невозвратными. Хотя, конечно, это спорная тема и можно ломать копья долго и упорно. Для тех, кто не очень в теме, эти панели далеко не вечны. Они, как расходный материал, подлежат регулярной замене. И эта отрасль датируется во всем мире, кроме, может быть, Австралии и африканских стран. Вот, например, в Германии дикие объемы выкачанных дотаций не спасли крупнейшего производителя солнечных батарей от краха. Мое мнение. Нужно было дать нашим людям в селах газ. Это экологично, изучено и дешево. А вот эти игры в зеленую энергетику — это просто показуха. Группа Роснано приняла непосредственное участие в исторических событиях для ветроэнергетики в России. В этом году завершено строительство трех заводов по производству российского оборудования для ветроустановок. В Таганроге открыто первое в стране производство башен ветроустановок. Завод «Башни ВРС». Совместно с Виндар, Ренаваблес и Северсталин. В Дзержинске запущено предприятие по сборке гондол для ветрогенераторов. В Ульяновске на площадке завода «Вестас» установлены формы для изготовления лопастей ветроустановок. В январе 2019 года в Ульяновске намечено открытие первого ветропарка мощностью 50 мегаватт на отечественном оборудовании. Вот это самое крутое. Уже догадались почему или нет? Как нам врут? Как нас считают за идиотов? Как за наши деньги занимаются бесполезной хренью? Нано – это обозначение сверхмалых размеров – одна миллиардная метра. В России к нано-продукции было отнесено 4 типа товаров. Нано-продукты, как порошковые краски автомобильные с очень малыми зернами или лекарства. Продукты, содержащие нано-компоненты, как, например, телефоны, оборудование для нанотехнологий и продукты, процесс производства которых связан с нанотехнологиями. А теперь объясните мне кто-нибудь, какого лешего Роснано делает в сфере ветряков? Они что, маленькие? Они что, требуют особых материалов, которые априори дороже обычных? Это что за бред вообще? Ладно, давайте уже досмотрим ролик до конца. Роснано обеспечивает прибыль инвесторам. Средняя доходность компаний группы составляет 14,3%. За прошедший год Роснано вышло из 12 проектов. Наиболее примечательной с точки зрения успешности стали выходы из ПЭД-технологии Центра ядерной медицины Куйбышев Азота, одного из лидеров предприятий отечественной химической промышленности, а также акционерного общества Препрек-СКМ, одного из крупнейших в России производителей современных композиционных материалов. Темпы роста портфельных компаний группы Роснано в 2018 году превышают темпы роста промышленности на 6,4% пункта, а рост их экспорта превышает темпы роста ненефтегазового сектора на 22,8% пункта. Это значит, что нанотехнологии стали одним из самых быстро растущих экспортных кластеров в России в 2018 году. Люди, хотя бы издали знакомые с формальной логикой, знают, что это как раз ничего не доказывает. Вывод ролика совершенно не верен. Если я ростом выше среднего, это не значит, что я выше всех. Это если не учитывать, что ветряки это вообще не нанотехнологии. Ну и еще приведу один пример. Рыжик заявляет, что вот у нас не было в стране техпроцесса производства деталей размером меньше 100 нанометров. А теперь есть. С гордостью говорит, как у нас теперь умеют делать 90 нанометров. Теперь-то сможем конкурировать с мировыми лидерами. Теперь-то, ух, заживем. Между тем, мировые лидеры активно избавляются от устаревших производств на 40 нанометров и переходят на значения близкие к 20 нанометров. Совсем малюсенькие компоненты. Это совсем другие технологии. Мобильные телефоны, компьютеры. 20 нанометров сейчас нужно. Вот к чему стремиться. Они гордятся 90. Судя по всему, мы от этих планок только отдаляемся. Потому что вкладываем деньги совсем не в то. И эти люди предлагают свои советы для развития страны. И опять предлагают экономить на людях. Да сколько уже можно? А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты в социальных сетях. Пусть люди узнают, какого высочайшего уровня профессионалы допущены к управлению такими перспективными отраслями нашей страны. Жду ваших комментариев. И до встречи уже завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok